Добрый вечер, Гомель! Мы в прямом эфире. Телефон студии 342243. Сегодня мы поговорим о молодых и талантливых. Поговорим о нашей молодежи. В принципе, кто ей помогает, чем она может гордиться сегодня, как себя проявлять. В общем, легко ли быть молодым? Тема нашей сегодняшней программы 342243. Телефон прямого эфира. Вы также можете оставить свое сообщение в Вайбере. Телефон внизу экрана. У меня в гостях психолог Людмила Тутынина. Людмила, очень рада видеть тебя этим добрым вечером. Добрый вечер. Как твои дела? Отлично, отлично. Чаек попиваю. Вот я думаю, сейчас настроение должно как бы еще улучшиться. Очень хочу предложить тебе попробовать варенье, которое находится сегодня в нашей студии. Давайте поддержим, аплодисменты. Ну, скажи, как тебе и можешь ли ты, скажем так, предположить, из чего оно? Наташ, ну, то, что это какой-то экзотический продукт с горчинкой такой вот варенье. Варианты какие-нибудь есть? Не могу сказать. Ну, на самом деле, Люда, это варенье из одуванчиков, дорогие друзья. Одуванчики, да, мне кажется, это то, что очень актуально сегодня, когда мы ждем, когда сойдут все лавины, да, снежные в нашем городе. Ты знаешь, и принесла его в нашу студию наша гостья. Совсем скоро она появится в нашей студии. Думаю, для многих, дорогие друзья, это станет приятным сюрпризом. Нам предначертано судьбой быть только вместе навсегда. Идти по встречной мостовой, сквозь жизнь, сквозь злые времена. И пусть захватывает дух, и пусть все будет позади. Но я кричу об этом вслух. С тобой у нас все впереди. Да дрожи на моих устах, Да чувства, будто дух плену, Да слез, что на моих глазах Тебя безмерно я люблю. До страха, что в душе моей, До боли в сердце глубоко. С тобою рядом я сильней, А без тебя совсем никто. Ух, хох, хох, хох. Ух, хох, хох, хох. В душе своей храню тепло Оно согреет нас двоих И пусть с тобой нам нелегко Такой вот этот мир живых И пусть захватывает дух И пусть все будет позади Но я кричу об этом вслух С тобой у нас все впереди До дрожи на моих устах До чувства будто дух плену До слез, что на мои глаза Тебя безмерно я люблю До страха, что в душе моей До боли в сердце глубоко С тобою рядом я сильней Я без тебя совсем никто Бон, бон, бон Бон, бон, бон Дорогие друзья, Галина Ласаева Сегодня в нашей студии Я же обещала, что это будут молодые, талантливые люди Сегодня у нас в гостях Авторы песен и их исполнитель Галина, добрый вечер Здравствуйте Знаешь, спасибо большое за эту песню И, наверное, все-таки за чудесное Одуванчиковое варенье тоже Да, мы уже его попробовали Скажи, кто автор этого варенья Это варенье варит моя прабабушка Ей 93 года, по-моему И мы вместе с ней собираем летом одуванчики Она уже дальше знает, как там его нужно готовить Я уверена, что ты тоже знаешь рецепт Да, она мне рассказала Расскажи нашим зрителям, поделись Примерно собираем 400 цветков Полтора килограмма сахара Лимон Цветки заливаем водой На сутки они остаются замокнут Чтобы горечь ушла Да, да, да Потом мы через сутки сливаем Режем лимон вместе с цедрой Проделаем такую же процедуру Но сутки там уже не ждем И вот в сироп, который останется от Если мы уберем все ненужное Туда сахар и варим 40 минут Но если нужно гуще, бабушка говорит, что можно и больше Ну это, наверное, чуть погуще варилось Мне очень понравилось, да, есть такое определенное пикантное варенье Я бы сказала Так что, дорогие друзья, все ждем одуванчики И запоминаем этот рецепт Я думаю, он заслужит аплодисментов Кстати, да Это Галина и бабушки в том числе Ну а теперь я думаю, что самое время познакомиться с тобой поближе Познакомить наших зрителей с тобой Вот смотри А, тебя же называют одуванчиком, все верно? Да Мы уже, я думаю, многие уже поняли это Наверное, мне кажется, это из-за прически Такой удивительной, замечательной прически Кстати, кто так тебя назвал впервые? Ой, наверное, папа с мамой Близкие, родственники, друзья Это самое популярное название в мой адрес Бывают разные там и Анжела Дэвис, и Майкл Дэкс На самом деле одуванчик Это такое самое популярное имя, которое есть у тебя и в интернете Кстати, вот как там о тебе пишут Член Международного союза писателей и мастеров искусств Блогер, поэтесса, автор песен и музыки Фотограф и, в принципе, много еще всего можно продолжать Но вот то, что я перечислила Все верно? Не врет интернет? Да, все правильно Дорогие друзья, вам понравился такой список? Галина, хорошо, расскажи о себе все-таки более подробно в двух словах Где учишься, где работаешь и давно ли взяла в руки гитару? Начнем с того, наверное, где я работаю Да, сейчас, в данный момент, я уже почти месяц работаю в Гомельском областном объединении профсоюзов Чем занимаешься? Я заведующий пресс-службой, грубо говоря, занимаюсь рекламой Так Вот, всем информационным пространством На гитаре играю с 13 лет, но это не мой основной инструмент Вообще, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано и ударная установка А на гитаре это так для меня, для души Подожди, Галина, у меня есть другая информация Что ты закончила университет и, по-моему, что-то связанное с государственным управлением Да, что касается университета, то это специальность в государственном управлении И плюс магистратура Академии управления при президенте по специальности электронное правительство Подожди, дорогие друзья, я уже запуталась Но я бы хотела все-таки уточнить, Людва, давай уточним А это все твое образование или есть еще какие-то дипломы? А как все начиналось по-женски, правда? Да, варенье А ну, манчиковое А сейчас только успевать зажимать пальцы Ну, а это все образование или есть еще какие-то? Все, все Пока все, я так думаю Высшая, да, магистратура, пока все Ну что ж, хорошо, давай тогда вернемся к песням Вот поешь только свои песни или любишь еще? А, люблю популярную музыку, которую называют попсо и переделывать в рок Так, то есть по камеру Пою камеру иногда, но в основном свое, больше свое Ну, мы сегодня услышим только твои песни И я уверена, что даже сможем удивить наших зрителей Но вот судя по социальным сетям и местным новостям В последнее время у тебя произошло довольно много событий Одно из них это презентация твоей первой книги в стране одуванчика Вот такое вот замечательное трогательное название, все верно? Галина, расскажи, пожалуйста, о чем эта книга? Это сборник моих стихов и песен Всего у меня сейчас около 200 стих треней И более 20 песен туда вошли самые-самые Те, которые я больше всего люблю Потому что это мой первый сборник И мне хотелось сделать его таким, чтобы он был запоминающимся, интересным Стихи, они в основном имеют какую-то сюжетную линию, большинство из них А песни про все, про жизнь, про любовь, про союз молодежи, про страну Про Кока-Колу То есть про все, про все Кстати, вот я смотрю, Людмила уже заинтересовалась Наташа, вот я смотрю на Галю, да Вот мы же сегодня говорим о молодежи Вот она сидит, да, такая вся современная Ну почти в косухе такой кожаная, да, с гитарой А вот я взяла ее стихи, да А о чем стихи? Да, о том же, о чем мы когда-то, да О любви, о том, что ты дождись меня, да, я рядом, я люблю тебя Обрати на меня внимание, вот послушайте Вот насколько вот это, как будто бы и не Галя писала, да Вот такая вот, ей бы, наверное, мотоцикл бы куда-то лететь, да Со всеми ее там образованиями, с ее харизмой А вот послушайте, называется, я буду скучать по тебе А знаешь, я буду скучать по тебе И даже, наверное, не позабуду И ты иногда вспоминай обо мне Я в музыке буду, что будет повсюду А знаешь, я буду скучать по тебе Ну и так далее Наши зрители заслушались, знаете, да, мурашки Мурашки побежали Надеюсь, не только у меня Спасибо большое Вообще, это неплохая презентация Сейчас была книги, Люда Спасибо тебе большое, очень проникновенно Дело в том, что сегодня в нашей студии находятся два сборника В стране одуванчика И вот с автографом автора Это будут призы для наших зрителей Кто вот сейчас позвонит в студию 3422-43 И сможет ответить на вопрос, на первый вопрос нашего конкурса Итак, разыгрываем первый сборник, да, не против? Но для начала я бы хотела короткую информацию дать Ну, слово комсомол, в принципе, я думаю, Галина, известно всем Да, тебе особенно Но знаешь ли ты, что в этом году комсомолы вообще это движение отмечают 100 лет? Да Знаешь, хорошо Мне очень любопытно узнать, что знают наши зрители И помнят, в принципе, о комсомоле Вопрос очень простой Ну, как мне кажется Как называлась главная комсомольская стройка 70-х годов? Дорогие друзья, 3422-43, телефон прямого эфира Еще раз, как называлась главная, самая главная комсомольская стройка 70-х годов? Приз – это книга в стране одуванчика с автографом автора Галины Лосаевой Ну, мы возвращаемся, да, возвращаемся к одуванчику На самом деле, эта тема прослеживается и в других твоих проектах Я вот хочу поговорить про фотовыставку, расскажи нам о ней Фотовыставка моя первая, она состоялась летом 17-го года Я к ней очень и очень усердно готовилась Мне помогали мои друзья и Союз молодежи, областная организация тоже оказала мне большую поддержку На фотографиях я вижу, это дети, молодые люди, да, то есть это твои друзья знакомые? Да, это люди, которые меня окружают Она имела такое название в стране одуванчика, потому что это мой мир, мир, который меня окружает, мир людей, который меня окружает Вот, я очень долго думала на название, а потом решила, что почему бы выставку не называть так же, как я планирую называть свой сборник То есть это просто люди, которые тебе почему-то понравились, и ты решила... В основном мои друзья и вот, например, на фотографии моя сестра Это вот маленькая девочка твоя сестра? Да, и вот это тоже А, это все, это еще и... А, тут еще и семейная есть, да, как бы тематика Друзья и родные Здорово, эта выставка где прошла? Она была в областной библиотеке у нас в городе, почти целый месяц была там, и мы делали очень большое, грандиозное открытие, было много всего Но опыт как вообще? Был такой положительный? Для себя сделала какие-то выводы? Будешь продолжать это? Буду, я уже делала еще одну, уже успела в рамках презентации сборника сделать еще одну в этом же месте, в этом же зале Это тоже портреты? Да, но портреты, я только туда добавила еще студийную съемку, вот сейчас активно занимаюсь студийной фотографией Ну, я, конечно, не перестаю удивляться, сколько вы в одном человеке, всего Но режиссер подскажет, у нас есть телефонный звонок, у нас, наверное, есть, надеюсь, правильный ответ на вопрос Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем внимательно, как вас зовут, давайте познакомься Здравствуйте Здравствуйте, как вы? Меня зовут Ольга А, Ольга, скажите, ну, если не секрет, сколько вам лет? Пятьдесят Пятьдесят, подождите, Ольга, вы были комсомольцем? Конечно Значит, вы должны знать ответ на вопрос, как называлась главная комсомольская стройка 70-х годов? Строим путь железный, а короче, бам А короче, бам Правильный ответ Вы знаете, спасибо вам большое, Ольга, за этот звонок, за участие в нашем конкурсе Вот этот замечательный сборник «Стране дуванчика» с автографом автора Галины Лосаевой Теперь ваш, поверьте, вы там найдете такие вот трогательные, замечательные стихи Просто погрузитесь, и вам понравится, честно Спасибо вам большое за этот звонок Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир У нас в гостях Галина Лосаева, это автор-исполнитель собственных песен Все перечислять ее регально не буду Люди как бы откроют, я думаю, да, сами себя, для себя Ну, а вообще, чтобы продолжить разговор о нашей молодежи, Людмила, я вот знаешь, что хочу? Чтобы ты очень внимательно прослушала одну песню, которую написала Галина Я, по крайней мере, была под впечатлением, скажу честно, и называется она тоже очень просто Может, утаи название? Нет, скажем Называется эта песня так же просто, понимаете, как и сама Галина, кажется Она называется «Моя одежда» Слушай Мне так уютно с тобой Тепло и нежно Ты делишь радость со мной Моя одежда С тобой счастливее я Мне все так милы В тебе одежда моя Беру я силы И на душе хорошо Ты есть на свете Когда не очень легко В минуты эти Всегда ты рядом со мной Меня не бросишь Я восхищаюсь тобой Я восхищаюсь тобой И ты не просишь Взамен почти ничего И мне приятно Дарить уход и любовь Невероятно Что так бывает порой Когда есть с нами То, что согреет зимой Холодными вечерами Она придаст красоту Блеск самым тусклым глазам И даст поверить в мечту Прочтенную по губам Но мы бросаем ее Когда она постареет Нам грустно и нелегко Но мы ведь тоже взрослеем По фотографиям лишь И однажды мы вспомним Немного ты погрустишь Потом, но станешь спокойным Ты ей замену найдешь Ведь так всегда и бывает Ты без нее не пропадешь Но она пропадает Но когда ты пропадешь Я вспомню нежно Такой, как ты не найдешь Моя одежда Моя одежда Моя одежда Моя одежда Моя одежда АПЛОДИСМЕНТЫ Это была философская песня о детстве. Наверняка имеет свою историю, да, эта песня? Да, я написала ее в поезде, когда у меня вырубился телефон. Ну, одежда была рядом хоть? Да, одежда была на мне, слава богу. Хорошо, вообще тема, конечно, очень неожиданная, но я задам вопрос по-другому. Как вообще родители отреагировали на эту песню? Вообще знают ли они твое творчество и как относятся к такому увлечению? Да, родители мое творчество знают. Я каждую новую песню приезжаю домой и пою им обязательно. Моя младшеестра вообще знает почти все наизусть. А что касается этой гакетной песни, ну, мама сказала, прикольно. Прикольно, да? То есть, ну, когда я разговаривала в руки гитару, да, все-таки я к чему задаю этот вопрос? Вот какова была реакция родителей? У тебя такое образование, у тебя такой потенциал. У тебя наверняка у родителей были какие-то другие амбиции по поводу тебя. И вдруг гитара... Ну, их амбиции я тоже удовлетворила, да, закончила госуправление и в магистратуре, в академии управления отучилась. И работа у тебя сейчас хорошая. Да, и работа у меня сейчас хорошая, и мне это очень нравится, даже я больше скажу, я обожаю государственное управление. Это мне близко в плане именно теорий. Так. Вот, и я думаю, что родители мной очень гордятся. То есть вопросов подобных не возникает? Сложностей с подобными увлечениями не бывает? Главное, чтобы это не мешало. Не мешало? Обычно мне говорят так. Не мешало личной жизни. Ну, на самом деле, вот смотри, Галине, мне кажется, повезло, да? А в принципе, это типичная ситуация, когда вот родители, они не готовы принять увлечения, например, своего ребенка, подростка, и зачастую это связано вот с несоответствием, да, вот к какому-то родительскому сценарию. И, ну, часто это вот становится трагедией для семьи. Что скажешь вот в такой ситуации? Знаешь, Наташа, вот нам вообще нужно очень бережно относиться к детям, да, в частности, к подросткам. Почему? Потому что, ну, вот я задам вопрос, а ты попробую ответить, да, вот где на сегодняшний день, ну, вот если заглянуть в будущее, да, где будущие директора предприятий, где будущие дипломаты, где будущие генералы, где будущие руководители, где будущие наши мэры городов, они находятся в школе, в институтах, они находятся в семьях. Если мы этим ребятам не будем давать возможности проявлять себя вот так вот, как повезло, гали с родителями, да, где дается, ну, буквально вот россыпь, да, возможностей, то есть ты можешь этим заниматься, где для этих ребят будет этот полигон, где они могли бы проявлять свои способности. Я говорю, почему о бережном отношении, потому что на сегодняшний день у молодежи есть, ну, буквально тысячу способов себя проявлять. Но иногда родители, знаете, вот в своем родительском эгоизме, вот ты будешь вот только юристом, или ты будешь вот только экономистом. Я знаю массу юристов, которые говорят, я не хочу быть юристом, или экономисты, говорите, какой с меня экономист, Люд. То, что люди, многие хотят быть музыкантами, это да, но при этом вот не мешает совмещать еще и несколько любимых дел. Но дело в том, что вот то, что делает Галя, да, вот я на нее смотрю, просто любовь, ну, просто молодец, вот она в своем пазлике. И еще неизвестно, что больше всего ей дает энергии для того, чтобы заниматься этим госуправлением. Правда, Галь? Или варенье одуванчиковое, да, или приход на телевидение, или фотографии, или книги. Спасибо, Людмила. Вот есть несколько сообщений в Вайбере. Дорогие друзья, я просто хочу напомнить, что сегодня тема нашей программы «Легко ли быть молодым». Нам очень интересны ваши мнения, ваши истории. 34-22-43. Звоните в студию, пишите в Вайбер. Кстати, еще впереди очень интересный конкурс и розыгрыш. Ну, а пока мнение наших телезрителей по поводу молодежи. Вот Лидия пишет, не знаю, сколько лет Лидии, нашей телезрительнице, что поведение подростков часто ей непонятно. Ну, без уточнений. Валерия сообщает, что ее сын не интересуется ничем, кроме компьютерных игр, и даже с девушками не встречается полная апатия ко всему. Ну, мне кажется, это такое довольно серьезное, очень грустное сообщение. Можно я здесь и марочку сделаю, Наташа? Нужно. Вот совсем недавно попалось мне на глаза одно исследование, да, это австралийские ученые исследовали молодежь. Они пришли к какому выводу по результатам этого исследования? Что на сегодняшний день подростковый возраст растянулся. Если раньше он был с 10, примерно, ну, 11 лет, до 18-19, то сейчас с 10, и до, они пишут о том, что до 24... Подросток? Да, до 24 лет. И они говорят о том, что мы должны узаконить, ну, в частности, конечно же, здесь мы говорим о сокращении прав, да, для молодежи. Что, в частности, нельзя там жениться, нельзя там алкоголь, там сигареты, там нельзя там участвовать в выборах и так далее. Но они говорят о том, что на сегодняшний день реальность такова, что детство продлилось. Поэтому мама, которая говорит, что мальчик не интересуется девочками, да, время не пришло, ему еще нет 24 года. А, вот как! Ничего себе, Галина, а мне вот интересно твое мнение, вот, в принципе, как ты считаешь? Сегодня каждый молодой человек может проявить себя и, например, вот что посоветуешь молодым начинающим поэтам, музыкантам? Я думаю, что сейчас очень много возможностей благодаря тому же интернету для поэтов есть, да. Издать такой сборник на самом-то деле это дорогое удовольствие, но можно себя показать людям, используя разные блок-платформы, разные сообщества, например, у меня есть стихи, мы представили на такой платформе, как стихи.ру. Там очень много поэтов, также есть проза.ру, различные блок-платформы. Сейчас много поэтов делают такие ролики небольшие, ведут свой канал на Ютьюбе, и вообще сейчас очень много для этого есть возможностей. Просто нужно не бояться, нужно быть собой и идти вперед к своей цели. Вот спрашивает наш телезритель Игорь, задает вопрос, вот прямо сейчас пришел в Вайбере, ну, во-первых, доброго вечера, Игорь, и вам доброго вечера, а можно ли у автора текст песни и аккорды попросить? Уже очень душевно. Я так понимаю, песня про одежду, наверное, очень впечатлила наших зрителей. Ну, что ответишь? Где это все возможно получить? Да, конечно. Можно написать мне в любой социальной сети, найти меня, и я все скину. Так получилось, что у меня в сборнике, но я специально это делала, там есть только текст песен. Мне хотелось, чтобы люди, если им понравилось, придумали свою мелодию. А, отлично, хорошая идея. Дорогие друзья, кстати, действительно, придумайте свою мелодию на стихи, которые есть в сборнике у Галины Лосаевой, вот сборник называется «Стране дуванчика», и присылайте к нам на программу, мало того, приходите, пойте. Если есть голос и, в принципе, достойная мелодия, достойная песня, почему бы нет? Мы даже устроим конкурс, правда, Галина? Так что ждем. Ну что ж, напоминаю, что на «Беларусь-4» прямой эфир, это передача «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим о молодежи, вот как себя проявляют наши молодые люди, где они находят поддержку своих проектов и начинаний. Более подробно об этом сразу после рекламы. Добрый вечер, Гомель, на «Беларусь-4» прямой эфир. Сегодня говорим о молодежи. Я хочу пригласить в эту студию Юлию Липовскую. Встречайте у нас в гостях второй секретарь Гомельской областной организации Белорусского Республиканского союза молодежи. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер, коллеги, зрители и телезрители. Ну, Юль, вы так стремительно влетели в нашу студию, а на самом деле очень рада видеть вас здесь, потому что это уже, мне кажется, становится доброй традицией, да, обсуждать тему, легко ли быть молодым вот в такой вот компании. Вот, Юль, согласитесь, здорово, когда к нам приходят такие молодые, талантливые и, в принципе, мне кажется, очень перспективные ребята. Вот, например, как Галина, я знаю, что вы знакомы, по-моему, да, еще до нашей передачи познакомились. Нас часто спрашивают, как БРСМ помогает молодежи. Так вот, сегодня в студии реальный живой пример того, как Союз молодежи воспитывает своих лидеров, потому что Галя пришла к нам, она работала определенное количество времени в штате городской организации Белорусского Республиканского Союза молодежи. Это яркий представитель БРСМ. Да, это абсолютно вот пример лидера молодежного, который не только умеет повести за собой, быть частью команды, но и нацелить свой коллективный, подать личный пример. И вот Галя не только творческий человек, но и в 2015 году, в Год молодежи, при ее непосредственном участии и по ее инициативе в Гомельской области был реализован серьезный проект среди молодежи, который назывался «Моя законотворческая инициатива». Ребята пробовали себя в написании законотворческих проектов. Вот, поэтому... Ну вот здесь Александр Кузьмич какой-то передает у Дваничку привет. Вот мне только что пришло сообщение. Дорогие друзья, присылайте, мы все прочитаем, все напишем. Да, будьте активными. Ну а вот, Юль, какой на самом деле, скажем, какие бонусы дает сегодня вот членский билет БРСМ молодому человеку, который хочет себя проявить? Ну это в первую очередь знакомство новое, возможность быть сопричастным к чему-то, возможность команды единомышленников что-то свое интересное реализовать. Если нет своих идей, под эгидой Союза молодежи принять участие в наших проектах, которых порядка 36 в год, то есть в среднем 2-3 проекта в месяц проходят у нас. То есть я так понимаю, что это прекрасная возможность не оставаться одному, да, со своими какими-то идеями. В спорте, в науке, в культуре, в творчестве, каждый найдет свое применение. Общение по полной программе. Ну, конкурс мы продолжаем. У нас есть замечательный еще один сборник стихов остался, Галина Лосаева, в стороне одуванчика. Я, конечно, понимаю, что вы тоже хотите такую книгу на свою книжную полочку. Я вам раскрою секрет. Раскрою, Илья, какой. Мы поддержали здание этого замечательного сборника. Я не знала даже. Да, это еще один пример того, как Союз молодежи, то есть ребята приходят к нам абсолютно. Со своими проектами, со своими идеями. И мы, конечно, мы стараемся их продвигать не только в рамках конкретного города, района, но и республики. Вот этого я, кстати, не знала, и очень здорово. Значит, такая книга у вас есть? Я вам больше скажу. У нас Галя сегодня, коль мы уж говорим о нашем молодежном лидере, она является своего рода брендом молодежи Гомельской области. Потому что благодаря ее активному участию, ее активной жизненной позиции, вот пару раз съездила на наши республиканские мероприятия. И впоследствии я очень часто слышу, привезите вашу девушку с кучеряшками, привезите Галю. Потому что при проведении различного рода молодежных форумов, вот это вот такой запал молодежный, энергия, инициатива, что-то творить, делать круглые сутки, это всегда приветствуется. Ну, я хотела бы еще отметить, Юль, мне кажется, что еще она очень содержательна сама по себе, очень скромна. Кстати, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Наталья, гостью студии. Здравствуйте. Меня зовут Герасим. Герасим. Я очень рада вас всегда слышать на нашем проекте. Боюсь предположить, это будут стихи, наверное, про молодежь. Это будут стихи для Галины Лосаевой. Лосаевой, да. Слушаем внимательно. Еще один поэт наш. То ли радость меня одолела, то ли скрылась крутая тоска, Пока яростно и оголтела, кровоударила в жилы виска, Все от музыки Галей качнулось, показалось и счастье на миг, От гитары и муза проснулась, и навеяла мне этот стих. В жизни всякое может случиться, но Лосаева будет всегда. В нее песни нельзя не улюбиться, без гитары ее никуда. Ее музыка всем хороша, ее любит славянский народ, В ней ее растворилась душа, а она никогда не умрет. Ой, спасибо. Герасим, вот вы знаете, мне кажется, что уже пора нашим музыкантам на ваши стихи Сочинять песни и исполнять в нашей студии. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. И, кстати, дорогие друзья, я бы что хотела отметить, у нас продолжается конкурс, Мы должны разыграть еще один сборник в стране Адуванчика. И вопрос, я думаю, уместно, если задаст Юлия Липовская. Да, мы сегодня говорим про комсомол, просто сто лет не такой вот, да. Столетие комсомольского движения, поэтому вопрос следующий. Продолжите фразу одной очень популярной песни. Не расстанусь с комсомолом. Итак, тишина и внимание. Дорогие друзья, продолжите фразу по телефону 34 22 43. Фраза очень известная. Внимание, не расстанусь с комсомолом. Очень легкий вопрос. И вот в стране Адуванчика этот сборник ваш. Звоните, пожалуйста, в студию. А вот, кстати, про комсомол. Людмила, ты же, наверное, тоже была комсомолкой? Была. Была. Тогда не быть комсомолов, такого в принципе не было. А скучаешь по комсомолу, вот честно. Таша, ты знаешь, мы были такие заводные комсомольцы. Вот то, что Юля рассказывает, да. Вот у нас тоже было много-много всего интересного. Во-первых, мы были все в том возрасте, когда энергии через край, много разных идей, возможностей. И мы очень много чего организовывали, придумывали. Ну вот ты можешь похвастаться каким-то проектом? Ну, сегодня говорим, да, проекты, какие-то там акции. А вот тогда мы говорили дела, да. Вот дела какие-то комсомольские, вот твоей молодости. Что-нибудь можешь такое вспомнить? Я очень хорошо помню, когда училась в педучилище. Это, кстати, то педучилище, где Дима Хворостовский, где учился. Мы в одно время даже учились. У нас было много концертов, много разных праздников. Ну, мы все были танцующие, поющие, рисующие. И мы приглашали военных курсантов. И у нас вообще вся, ну, в группе были одни девочки. И вся наша была работа направлена на то, чтобы дружить с курсантами. Какая-то правильная работа у вас. Да, а в будущем стать женой офицера. Видите, какие были тогда совершенно другие ценности, идеалы, и мужские тоже. Но в любом случае военно-то всегда хорошо. И у нас много девочек вышли замуж за курсантов. Потом они стали вот женами офицеров. Мне придется нарушить твои воспоминания. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, снова это Герасим. Герасим, вы знаете ответ на вопрос? Буду вечно молодым. Итак, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Ну, мне кажется, Герасим, вот настолько справедлива жизнь, что сегодня вот именно этот сборник достанется вам, нашему поэту. Ну, я хотел его получить. Спасибо вам большое. Спасибо, эти аплодисменты для вас. Вы знаете, дорогие друзья, мы говорим сегодня о молодежи. И вообще стоит отметить, что сегодня создаются все условия для формирования молодой всесторонне развитой личности. Кстати, вот сегодня у нашей молодежи есть уникальная возможность стать молодым политиком и сыграть свою роль в важных политических процессах. Кстати, для этого был организован уникальный проект совсем недавно. Это конкурс молодых экспертов-международников союзного государства Беларуси и России. Вот мне интересно, кто-нибудь из вас уже слышал про этот проект? Ну, тогда слушайте внимательно. Я расскажу конкурс экспертов, молодых экспертов-международников союзного государства Беларуси и России. Он проводится под эгидой государственного секретаря союзного государства. Но что самое примечательное, участвовать в проекте могут студенты, выпускники вузов, молодые ученые из Беларуси и России, не старше 35 лет которым. На конкурс принимаются работы, посвященные исследованиям союзного государства, белорусско-российских отношений и интеграционных процессов на евразийском пространстве с участием Беларуси и России. Вот мне кажется, это вот замечательная возможность, вот она, кажется, вот возьмите, дали вам, замечательная возможность стать молодым политиком и поучаствовать в важных политических процессах, причем не только своего государства. Кстати, заявки на этот конкурс молодых экспертов-международников принимаются до 14 мая. И подробная информация об этом конкурсе размещена на сайте конкурс 2018.эксперт. Вы знаете, что удивительно, что одним из организаторов этого конкурса, на мой взгляд, уникальная возможность все-таки, да, так вот одним из организаторов этого конкурса является внук нашего земляка, известного политика, бывшего министра иностранных дел СССР, Андрея Громыка. Это Алексей Громыка, директор Института Европы Российской Академии Наук. Дорогие друзья, обязательно, вот, проявите внимание к этому мероприятию. Почему нет? Конкурс для будущих политиков – это большая возможность для каждого из вас. Ну вот, Галина, тебе вот интересно этот проект, вот, заинтересовало это тебя? Да. Думаю, что можно даже воровать поучаствовать. Когда-то в университете занималась темой интеграционных всяких таких механизмов, и как раз-таки про союзное государство писало научную работу. Тем более. Ну вот, у нас уже один прецедент есть. Ну что ж, Трофис, до 14 мая, мне кажется, ты сама вспомнила про это и немножко удивилась, да? В принципе, да, вот смотри, творчество помогает, но где-то и вот так вот, да, туда, туда. Юль, ну вот, если серьезно, как вы считаете, насколько наша молодежь сегодня политически грамотна? И что, в принципе, в нашем регионе для этого сегодня делается? Я считаю, что наша молодежь достаточно политически грамотна, потому что активно проявляет интерес абсолютно ко всем общественно-политическим, культурным событиям страны. Более того, не просто интерес, а стремиться стать частью, принять участие в этом, внести свой вклад. Ну вот, на недавних выборах, которые состоялись в местные советы депутатов, молодежная организация наша была достаточно активно представлена. И я скажу, что никого не требовалось загонять, спросить. То есть ребята сами приходили, проявляли инициативу принимать участие. Вот мы сейчас говорим, да, вот, Людмария, мы говорим про инициативу, мы говорим про молодых. И, конечно же, молодые – это всегда те, кому нужен лидер. Без этого никуда. И вот с чего начинается молодежная лидерство? Мне вот интересно вообще мнение ваше, мнение всех. И какими характерами, какими, скажем, психологическими чертами характера, должен обладать современный молодежный лидер? А знаешь, Наташ, вот этот вот период молодости, да, он уже пропитан духом чего? Духом дерзания, да. То есть здесь уже много вложено таких вот природных энергий, да. Поэтому молодежи проще всего быть лидерами, да. Им нужно просто позволить, позволить вот участвовать, скажем так, в таком эксперименте под названием «Жизнь», да, и входить. Вот как Гайя говорит, ну почему бы нет, я и там поучаствую, и там поучаствую. То есть пробовать нужно везде, где только можно, куда душа просится. Вот. Поэтому если не будут забивать себе вот это «я хочу», то все получится. У них гораздо больше шансов стать, ну скажем так, лидерами, чем у людей более зрелого возраста. Есть что-то давать, Галина? Все очень точно. Единственное, что я хочу сказать, наверное, нужно обладать какой-то харизмой, целестемленностью и... Амбиции должны быть. ...уверенностью в себе, знать, что ты можешь. Мне кажется, безусловно, лидер — это тот, у кого есть желание не сидеть сложа руки. Это тот, человек, который не остается равнодушным хотя бы вот к тому событию, которое его окружает. И все мы, так или иначе, каждый из нас является лидером. Просто кто-то у себя в семье, кто-то в своей маленькой группе где-то, кто-то в студенческом коллективе, кто-то в большой организации. Юля, а ты себя считаешь лидером? Ну, я... Мне кажется, Юля Липовская — это яркий лидер, да. Да, я думаю, что да. Потому что... Внутренние ощущения, да? Есть, конечно. А без этого никуда. Мне кажется, внутренне — да. Надо прежде всего это пачать. Потому что невозможно повести за собой массы людей, к чему-то поверить, если ты в это сам не веришь, в эту идею, в то, что ты делаешь, в результат. Ну, просто ты такая маленькая, хрупкая, женская. Она такая умная и дерзкая. Поэтому тебе вопрос такой. Да, я полностью согласна, что действительно повести за собой молодежь — это... Для этого надо иметь определенное еще и качество характера, не говоря уже о другом содержании. Ну что ж, давайте конкретно вернемся к проектам. Вот не секрет, что наши ребята, они любят творческие проекты. Мы в этом уже убедились. Один из последних был посвящен, кстати, 80-летию Гомельской области. Это конкурс «Поздравительная открытка Гомельской области». Вот, Юль, насколько креативно, современно ребята вообще подошли к идее поздравить свою малую родину? Молодежь Будды Кошелевского района инициировала у себя такой конкурс на лучшую поздравительную открытку, посвященную своему... За то, что мы думали, что это просто открытка там нарисована, что приклеена. На самом деле, хендмейт, было предоставлено огромное количество работ, оргкомитет отобрал, и впоследствии в сети интернет были выставлены фотографии, и таким образом был определен победитель. Вот, продолжается цикл, скажем так, год славных дел, я бы так, наверное, назвала, посвященных 80-летию нашей малой родины. Молодежь Петриковского района в апреле, в мае силами своими, будут разбивать клумбу вблизи населенного пункта Петриков. Поэтому сейчас ведутся работы по эскизу, по определению того, какая это будет. В Жлобинском районе ребята будут реализовывать проект «Соседи», который направлен на то, чтобы познакомить ребят из Жлобина с культурой, с традициями, с особенностями где-то жизни и уклада молодежи районов, которые граничат со Жлобинским. Проект будет составлять из трех направлений. Это велопробеги, это туристические маршруты, акции и открытый диалог. Проект наш, который тоже вот станет... То есть Россия, Беларусь, ну вот региональные... Рогачев. А, все, Рогачев, Жлобин, да, то есть вот, это вот такие вот моменты. Хорошо, спасибо большое. Но я бы хотела вот на что обратить внимание. Сегодня очень популярные студенческие конкурсы красоты. Мы говорим об этом из передачи в передачу, но вот не говорить об этом тоже нельзя. А насколько вообще они вот вписываются в концепцию в РСМ сегодня? Молодежь традиционно поддерживала, поддерживает и будет поддерживать творческую молодежь. И наш конкурс красоты, он немножечко отражает вот красоту девушек, студенток через призму творчества, таланта. Мы делаем ставку на развитие талантливой творческой молодежи. На самом деле очень престижно считается вот согласить Галина участвовать и еще и победить в республиканском конкурсе. Это студенческий конкурс «Королева весна». А чем вообще этот конкурс выделяется среди остальных и как вот прошли наши областные вот эти региональные этапы? Кстати, вы можете видеть сейчас победительниц наших, скажем так, наших вузов гомельских, которые примут участие в областном конкурсе. Ну, на первый взгляд, казалось бы, конкурс красоты, но что там такого пройти и показать себя? На самом деле девушки очень долго готовятся к этому, потому что за каждым выходом стоят упорные репетиции, тренировки. И для многих это не просто возможность проявить, показать свои, так сказать, физические, природные данные, но это еще и своего рода тренировка, это тоже своего рода школа лидера. Потому что многие из девушек, приходя на конкурс, выходят на сцену впервые. Да, безусловно, они проходят у себя отборочный этап в вузе, но, скажем так, вот атмосфера дружбы, общения, ведь это и умение показать себя, преподнести, умение общаться. Ведь... Мне кажется, Юля, ты сама сейчас вот уже и пошла. И пошла, да, да. И пошла, да, да. Это конкурс-то с историей. Ведь раньше, как этот конкурс назывался? А ну-ка, девушки! Ну, что-то типа такого, да-да-да, точно. А ну-ка, девушки! Да-да, вот опять же вспомнили комсомол. Правильно, комсомол. Юля, когда состоится областной этап и республиканский? Областной 25 апреля в городе Гомеле, в одном из самых больших концертных залов общественно-культурном, республиканский финал, май-июнь месяц. Вот мне что интересно, кто же все-таки победит, дорогие друзья, и поедет на республиканский конкурс от нашей области. Я хочу напомнить, что в отборочном областном туре «Королева весны» участвует математик, врач, это все студенты, логист, финансист и филолог. Мы будем следить за событиями, обязательно расскажем о том, чем это все закончится. Но, вы знаете, учитывая вот такой вот ажиотаж к подобным мероприятиям, мне кажется, что пришло время уже выбирать и «Короля весны». Тем более, что вот наши парни очень активно, согласитесь, участвуют в подобных мероприятиях. Нравится такая идея? «Король весна». Да, вот. Но я на самом деле хочу просто подвести и поговорить насчет действительно мистеров. Буквально на днях в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорыны в 27-й раз уже выбрали мистера университета за право стать обладателем титула. С самого-самого боролись 9 прецедентов, и победил студент филологического факультета Евгений Пархоменко. Кстати, мужские конкурсы красоты настолько популярны среди молодежи, что они проводятся практически вот в каждом учреждении. Оцениваются здесь такие качества настоящие мужские, как смелость, находчивость, стремление побеждать. Я вот хочу подвести как раз-таки к конкурсу «Мистер колледж», который прошел в Гомельском государственном медицинском колледже. 9 конкурсантов дефилировали в медицинских костюмах и спортивной одежде. Они заплетали косички, они демонстрировали чудеса изобретательности и выдержки. Вы знаете, победителем и обладателем этого удивительного мероприятия за звание «Мистер колледж» стал Максим Симончик. Кстати, за свое умение держать паузу молодой человек также стал победителем номинации «Гипнотический взгляд». Ну, мне кажется, наши студенты способны и не на это. Но самым популярным и долгожданным конкурсом красоты является все-таки «Мистер Гомель». Кстати, в конце февраля в городе Надсожим уже прошел полуфинал этого конкурса из 22 участников жюри выбрало 12, еще двоих определили зрители. И вот подготовка к финалу идет полным ходом. Хочу просто напомнить, что выбирать «Мистера Гомеля» будем 22 апреля в городском центре культуры. Людмила, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, мне очень интересно твое мнение, зачем молодежи столько конкурсов красоты? Знаешь, Наташа, я когда-то изучала такую науку, как этнография, да? И мне было очень интересно, праздники народные, да? Так вот, у славян было очень много праздников, где молодежь в преддверии таких серьезных событий, как «Замужество», да, там, устраивала все возможные своеобразные конкурсы. То через костер прыгали, то плавали, то там еще что-то делали. Поэтому вот сегодня я уже говорила, что здесь тоже есть своя история. Это не мы сегодня придумали. Для чего устраиваются эти конкурсы красоты? Мы выбираем самое лучшее, правда? А для этого нужно потрудиться. Посостязаться, да? Посостязаться, быть и красивой, и умной, да, там, и трудолюбивой, и творческой, вот о чем говорила Юля. И для мальчиков то же самое. Это возможность подрасти, правда, стать лучше. Поэтому я думаю, что эти конкурсы, они просто обречены на успех. Они будут всегда. Спасибо, спасибо, Юля. Спасибо, Люда. Дорогие друзья, я напоминаю, что на «Беларусь-4» прямой эфир. Это передача «Добрый вечер, Гомель». Кстати, если вы хотите стать участником или зрителем нашей программы, оставляйте свои заявки в нашей группе ВКонтакте. Группа «Добрый вечер, Гомель» – это прекрасная возможность узнать анонсы следующих передач, высказать свое мнение о нашем проекте. Мало того, предложить можете интересную тему для обсуждения вот именно в нашей, в этой студии. Ну и, конечно же, все выпуски нашей программы вы также можете найти в нашей группе ВКонтакте. Ну, увидимся в студию сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о молодежи, об удивительной молодежи. Поверьте, я хочу пригласить в эту студию молодого преподавателя кафедры военной экстремальной медицины Гомельского медицинского университета Олега Дохова, который придумал удивительное устройство и утверждает, что с его помощью сдавать кровь будет не страшно. Все верно? Здравствуйте. Добрый вечер. Все верно. Добрый вечер, друзья. Да, Олег, вот расскажите нам, во-первых, спасибо, что пришли в нашу программу, и расскажите все-таки о проекте, с которым вы участвуете вот в этом конкурсе «100 идей для Беларуси». Проект мой называется «Тренажер для отработки внутривенных инъекций забора крови». Это очень страшно уже. Я постараюсь не ругаться сегодня медицинскими терминами. Ну, если вкратце, предназначено мое устройство для того, чтобы обучать студентов-медиков. Такой частой, вместе с тем сложной процедуре, как забор крови и внутривенные инъекции. То есть вы предложили устройство, которое, скажем, ускорит процесс обучения? Все верно? Не сколько ускорит, а сколько улучшит качество. Мы все хотим, когда волей судьбы попадаем в больницу, например. Чтобы это было не больно и не страшно. Чтобы это было не больно, чтобы это было сразу, и чтобы было незаметно. Правда же? То есть вы придумали такое устройство, которое, скажем так, позволит нам теперь, не только студентам, но и врачам, брать кровь из вены бесплатно. Безболезненно, у меня уже и бесплатно. Я вас уверяю, у нас до сих пор это бесплатно всегда было, поэтому не переживайте. Извините. Вопрос в том, чтобы медработник сделал это так, чтобы не было никаких осложнений. Мы об этом говорим. И чтобы это все было гладко, нужно тренироваться. А тренироваться где? К сожалению, самый простой ответ, вот пациенты, пожалуйста, тренируйтесь на них, если они вам разрешат, конечно. То есть вы заботитесь о пациенте, не о студентах, а о пациенте. В первую очередь, я врач. Заслуживает, мне кажется, аплодисментов. А скажите, вы сами сконструировали этот тренажер, еще раз, для отработки внутривенных инъекций и забора крови. Все верно? Все верно, да. Так, это были помощники или это все полностью ваша идея? Я могу сказать, что идея абсолютно не нова, и многие медицинские вузы уже используют такие технологии, называются симуляционные технологии в своем процессе. Между тем, есть проблема, они достаточно дорогие, и самое интересное, дорогие расходные материалы. Вот эти имитаторы кожи, имитаторы вен, жидкость, которая имитирует кровь. Это достаточно дорогостоящее. Хорошо, а вы чем это все заменили? Я это заменил всем тем, что производится у нас здесь, в Беларуси. То есть удешевили этот, скажем так, проект, да, вот этот вот тренажер? Ой, я боюсь, что многократно. Многократно. Скажите, сегодня кто-то уже вот у вас на кафедре пользуется этим, или это где-то находится в разработках, или это все забыли? Вы знаете, я думал, что только мы на кафедре этим будем пользоваться, но оказалось, что и смежные наши кафедры, даже факультет другой, третий, проявляют огромный к этому интерес. А самое главное, приятно мне как преподаватель, что студентам это интересно. Вот это для меня была полная неожиданность, потому что я думал, я так, знаете, для себя игрушку сделал. Нет, студенты очень активно на нем занимаются, предлагают даже себя. Там одна из модификаций прибора, сейчас я объясню, о чем идет речь. Когда накладка это на живого человека, на студента, например, да, или на преподавателя, насаживается, и второй человек тренируется на нем. То есть студент на студенте тренируется? Абсолютно верно. А на преподавателях вот неинтересно. Ну, естественно, первый раз они на мне тренируются, да, я им стараюсь помогать, я говорю, что мне больно, что я сейчас в обморок упаду. Поэтому это играет свою роль. Студенты с энтузиазмом, они ответственно подходят к выполнению процедуры, они меня спрашивают, как вы себя чувствуете. И на самом деле это дает результат. Мое воображение включилось. До этого были экзамены или будут, да, ну, понятно, да, молодцом. Вы себя обезопасили таким образом, как преподаватель, я смотрю, от своих собственных студентов. Но скажите, пожалуйста, Олег, вообще много у вас подобных идей, вот если серьезно, которые могут как-то, скажем, улучшить и образовательный процесс, и улучшить нашу медицину? Вы знаете, идеи есть, но существуют просто объективные причины, почему это нельзя или тяжело внедрить сразу, наскоком. Есть все-таки образовательный процесс, есть образовательные стандарты, да. И революции проводить тут, особенно в сфере медицинского образования, наверное, не стоит. Но постепенно какие-то методы новые, особенно приветствующиеся со стороны молодежи, ну, наверное, нужно внедрять. В принципе, вы готовы и способны это делать, и мы уже это заметили сегодня. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что Олег, он участник проекта «100 идей для Беларуси». Юлия, вот как БРСМ помогает в продвижении таких вот неординарных идей, может быть, каких-то вот социальных инициатив, вот как Олег сегодня вот привел пример. Отбираем, изучаем, дорабатываем. Так Олег тоже ваш? Да, конечно, БРСМ, да, «100 идей для Беларуси» это все проект. Проект делается областного этапа и впоследствии будет принимать участие уже в финале проекта. То есть вот с этим тренажером по забору крови. Да, кроме этого, у нас есть возможность талантливых ребят приглашать и направлять для участия в международных различных мероприятиях, выставках, презентациях, где они тоже могут... Это тоже дополнительный шанс найти инвесторов и вообще рассказать о себе в своем проекте единомышленников. Спасибо большое. Но, вы знаете, дорогие друзья, пока вот мужчины изобретают велосипеды, девушки, молодые наши девушки, занимаются творчеством и, вы знаете, бизнесом. Об этом дали в нашей программе, но пока хочу спросить у Галины. Галина, вот скажи, ты все-таки личность такая разносторонняя, очень творческая. Как ты относишься к хендмейду? Если честно, люблю. Вообще, люблю то, что сделано руками. Будь это игрушки, будь это какие-то украшения, бижутерия, может быть, даже одежда. У меня вот есть подруга, которая вяжет, и я обожаю ее свитера, которые она вяжет, и у меня их несколько уже, поэтому это очень здорово. Ну, вот скажи, пожалуйста, нравятся ли тебе вот такие вот игрушки, куклы, которые находятся сегодня в нашей студии? Очень нравятся. Я себе недавно в таком стиле купила, одну и подарила подруге. Она похожа на меня. То есть это дуванчик, понятно. Но знаешь, вот на самом деле, я к чему веду, что автором вот этих удивительных изделий, дорогие друзья, которые сегодня вот частично находятся в нашей студии, является 19-летняя гомельчанка, которая смогла сделать из своего увлечения собственное дело. Я хочу пригласить ее в студию. Встречайте молодой предприниматель Виктория Калюка у нас в гостях. Виктория, добрый вечер. Проходите, пожалуйста, мы рады видеть вас в нашей студии. Ну что, хочу сказать, игрушки твои очаровали всех. Так, и расскажи нам, пожалуйста, давно ли занимаешься рукоделием? Ну, вязанием уже больше двух лет. То есть первый раз начала вязать всего два года назад, и уже сегодня бизнесмен? Да. Аплодисменты. Мы сейчас продолжим общаться с Викторией, но пока ответим на телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вопрос к психологу. Так, слушаем вас. Скажите, мой брат хочет бросить институт медицинский, третий курс заканчивает. Как его уговорить не делать этого? А, спасибо большое. Ой, какой у вас такой серьезный вопрос очень. Вы знаете, что, возможно, одним врачом, плохим врачом будет меньше, поэтому прислушайтесь все-таки к мнению вашего брата. Может быть, не все так плохо. То есть уговаривать не надо люду? Ситуация такая распространенная. Часто вот, да, студенты хотят что-то будет. Наташ, но вы же понимаете, что если человек еще уже в институте не желает иметь дело с больными, то что будет тогда, когда он уже придет, извините меня, в наши поликлиники? Мне кажется, этот вопрос можно адресовать Олегу. Олег все-таки преподаватель медицинского университета. Что делать, Олег? Вы знаете, я очень просто отвечу на этот вопрос. Я надеюсь, я его смотивирую, вот этого молодого человека. Дело в том, что если он покинет вуз, ему придется год в вооруженных силах посвятить свой труд. Причем, будучи солдатом, он имеет все шансы сделать то же самое, будучи офицером, медиком, врачом. А, то есть можно совместить и полезное... Да, да, поэтому пусть, может быть, попробует выбрать, что для него было бы интереснее и лучше, ну и примет правильное решение. Но, знаете что, есть еще один такой вариант. Давайте так, пусть они оставят свой телефон, а я просто перезвоню, хорошо? И проконсультишь. А представь, Людмила, что сейчас тебя смотрят много таких студентов и их родителей, которые вот решили вдруг бросить институт. Вы знаете что, уважайте мнение ваших детей, я бы хотела сказать. Спасибо, и вам огромное спасибо за ваше объективное мнение, мне кажется, это каждый из них достойно. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы возвращаемся к нашей очаровательной Виктории и к ее очаровательным игрушкам. Ну, во-первых, в двух словах про свой проект расскажи, пожалуйста, если правильно я это называю, мастерская Теклин, так он называется, да? Ну, началось все с того, что ты начала вязать два года назад, потом навязала игрушки и пошла в проект участвовать в 100 идей для Беларуси, да? Если не ошибаюсь, именно это помогло тебе стать предпринимателем? Помнишь вообще, как ты там надеялась на что-то, не надеялась, не верила? Ну, на самом деле я не ожидала, что это вызовет такой интерес, потому что у ребят там было очень много серьезных проектов, а тут игрушки. А тут вязаные игрушки какие-то, да, и вдруг. То есть вот, ну, как сложно было сравнить такое, но все равно вызвало большой интерес у людей. Ну, сегодня у тебя есть своя мастерская. Ты вяжешь и продаешь. Вот мне просто интересно вообще продажи как. Есть бизнес вообще, работает? Да, конечно, ведет, периодически там звонят, заказывают, пишут везде, ВКонтакте, Инстаграм, как бы. Ну, вот расскажи про игрушки. То есть ты берешь какой-то рисунок, если я правильно, я просто очень заинтересовалась и подумала, может, тоже заказать что-то. И увидела условия какие-то. То есть можно предложить какую-то игрушку, да, какую-то картуку. Да, вы можете совершенно, ну, как эскиз, фотографию, буквально можете описать словами, что вам нужно, что вы хотите. Я вам это зарисую, у меня три года художки. А, вот как. То есть вот эти собаки, они по какому-то эскизу, да, я смотрю, были сделаны, да? Да, были, это фотография была собачек двух, и хозяева захотели вот таких миниатюрных маленьких собачек себе еще на полочку. Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, не спросить про то, что нынче ценится на рынке и что чаще всего заказывают, я не могу, потому что наших телезрителей очень волнует, вот как двигается сегодня мода, вот, да, какие изделия ручной работы очень ценятся. Расскажи, пожалуйста, что сегодня на пике популярности. Это игрушки, это чашки? Ну, на самом деле, как бы, игрушки, но просто их заказывают и маленькие брелки деткам, там, ну, любимым половинкам, там, подарочек маленьких. Ну, меня вот еще очаровала вот эта чашка, да, это очень, мне кажется, интересно. Да, это у меня новинка этого года. Это такая чашка в рубашке, да. Очень здорово и красиво, и тепло, и уютно. Замечательно. Ну, вообще, я бы хотела еще задать один вопрос. Скажи, пожалуйста, как у тебя удается и учиться, и мастерить, и мастерскую свою продвигать? Ну, как поддерживают, просто есть поддержка молодой человек, родители, как бы, все поддерживают, и еще и организация откликается. Спасибо большое. Юля, вот скажи, пожалуйста, это вообще единичный случай или все-таки типичная ситуация, когда БРСМ помогает молодым предпринимателям? Ну, в общем-то, мы для этого и созданы, чтобы помогать молодежи раскрыть себя, свой творческий потенциал. И, в принципе, как бы, даже начать где-то какое-то свое дело тоже сегодня. Абсолютно, где-то, что-то посоветовать, да. А, Людмила, вот я знаю твой огромный опыт. Молодцы БРСМ, правда, Наташа? Да. Надо похвалить. Надо похвалить. Надо похвалить. Ну, если Людмила хвалит. Людмила, я вот знаю твой огромный опыт, вот, в психологических вообще бизнес-консультациях. Вот что ты посоветуешь молодым людям, которые, может быть, ну, не так уверены в своих силах, вот, как наша гостья, да, но все-таки хотят открыть свой бизнес. С чего начинать? С БРСМ. Людмила. С БРСМ. Я хочу немножечко поправить. БРСМ, да, помогает. Но, прежде всего, наша задача находить этих ребят. Ведь мы их обучаем только уже на том этапе, когда они свой проект предложили. Но есть какие-то моменты по тому, как его презентовать. Есть сложности с публичным выступлением. Есть сложности, может быть, с оформлением этого проекта. Как положить его на бумагу. Просто не знание. И определенное, наверное, не знание. Но ребята талантливых много. И мы рады, что они к нам приходят. Вот, я им уже предлагала сотрудничество. Давайте таким ребятам будем помогать вместе. Они как БРСМ, а я как психолог. Очень прекрасное сотрудничество происходит, вы знаете, постоянно в нашей студии. Вот, мне нравится это сотрудничество между вами. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну вот приблизительно так. Мы попытались сегодня рассказать о том, легко ли быть молодым. Я хочу поблагодарить всех участников. Галина, ну и, наверное, все-таки последний вопрос к тебе. Что ты, во-первых, пожелаешь своим сверстникам? Ну, если в одном предложении, любите то, что делаете, и делайте то, что любите. Спасибо большое. Ну и, конечно же, закончит эту программу еще одна песня в исполнении Галины Лосаевой. Спасибо. Под мирным небом на свете живут хорошие люди. Ты есть на этой планете. С тобой мы счастливы будем. В моем ты сердце по праву. Мы любим нашу державу. Тебе я снова признаюсь, любимая Беларусь. Как я тобой горжусь. В сердце моем одна будешь ты на века. Чтоб не случилось, друг, я твой надежный друг. Любимая Беларусь. Как я тобой горжусь. Я горжусь тобой, Беларусь. В твоих руках наше счастье. Ты наш надежный защитник. Убережешь от ненастья. Пусть нас боится противник. С тобой мы будем едины и будем непобедимы. Тебе я снова признаюсь, любимая Беларусь. Как я тобой горжусь. В сердце моем одна будешь ты на века. Чтоб не случилось, друг, я твой надежный друг. Любимая Беларусь. Как я тобой горжусь. Я горжусь тобой, Беларусь. Любимая Беларусь. Как я тобой горжусь. В сердце моем одна будешь ты на века. Чтоб не случилось, друг, я твой надежный друг. Любимая Беларусь. Как я тобой горжусь. Я горжусь тобой, Беларусь. Я горжусь тобой, Беларусь. Дорогие друзья, все повторы прямых эфиров в нашей группе ВКонтакте. Это был еще один добрый вечер. Гомельс, Наталья Волынец. До новых встреч в прямом эфире. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...